Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравия желаем, дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Ах, как мы рады приветствовать вас, друзья, и, конечно, с невероятным счастьем сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы Кэжал. Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте, наконец-то мы до вас доехали, мы очень этому рады. Алексей Яшин, друзья, это голос, голос, если вдруг вы нас не смотрите по уважительной причине, а слушаете в автомобиле, фронтмен группы, отец основательный, известнейший музыкант. Ну, в общем, если говорить об известности, здесь все, каждый, кого не возьми в группе, конечно, легендарный человек. Отец у нас вот один. Отец русской демократии. Александр Николаевич Самойлов. Наш художественный руководитель. Заслуженный артист России. Нет. Заслуженный гитара России, но мы надеемся, что в скором времени наше государство... Мы держим кулачки. Да. Оценит его по заслугам. Непременно будет так. Добрый вечер, Саша. Ну, давай дальше так, Далюша, всех представим. Николай Сафонов. Это наш главный креативный двигатель в группе. Так. Вот, который придумывает всякие разные там интересности для нас. Сегодня у него лаконичная ударная установка. Да, и всячески позиционирует группу, как действительно популярный известный коллектив. И Олег Масаев, это бас-гитара. Олег. Добрый вечер. Виртуоз гитара. Человек, с которым мы живем в одной деревне. Вот. И он присутствовал практически при моем рождении. При родах. Да. Перевал роды. Вот, да. И вот сколько лет я живу, столько лет мы вместе, он чуть-чуть побольше. А проживает ли кто-то еще в этой деревне, кроме вас двоих? Да. У нас Пенкин живет, Пенкин живет, Комиссаров с нами живет, Миронов, помните, был такой этот... Стриженовы. Слушай, ну хорошая компания, замечательная. Хорошая деревня. Деревня-то тоже, понятно, понятно. Такие люди не соберутся, походу. А, Лео Бакерия. И у нас есть даже мультфильм про нашу деревню, который называется «Паровозик из Ромашкова». Я так понимаю, что, в общем, все известные люди, которых вы перечислили сейчас, они, конечно же, являются поклонниками группы «Кайрова». Естественно, они нас знают. Мы встречаемся в церкви все время, потому что у нас принято ходить на службу. Правда, я очень редко хожу, но все вот откуда мы знаем, потому что мы всех в церкви видим. Какие молодцы. Ну, я так понимаю, у них не остается тоже какого-то выхода и выбора оставаться вдали от каких-то новинок и новых клипов, может быть, и треков, потому что, скорее всего, просто вы это как торжественно вручаете. В двери раздаете или, может быть, даже там в части, как это бывает очень модно сейчас. Приходим к церкви, а и куличи стоят светить. Будем сразу раз в диске. Да. Ну, а что делать? Что делать? По-другому, да. Слушайте, ну, деревня гуляет сейчас, наверное, 10 лет в группе «Кайрова». Встреча-то наша не случайна. Наша встреча посвящена юбилею. 10 лет. Боже, как вчера. Да? Такое, примерно, ощущение? Или кажется, что, о, 100 лет уже? Ну, если взять вообще нет. Если взять вообще творческий путь каждого из участников группы, конечно, 10 лет – это очень маленький срок, потому что даже я, самый молодой, на сцене уже 30 лет. Да. Вот. А что говорить? Лучше не говорить. И не показывать пальцем. Морги, маникуются. Это мы еще загримированы. Поэтому, конечно, 10 лет – это, с одной стороны, очень мало. И это вот раз – и все. Как один день, как одна минута. А с другой стороны, конечно, очень много. Уже 5 альбомов вышло и очень много материала. Мы даже, и когда нам говорят, а вот спойте вот эту песню, а мы даже не помним, что мы ее написали. А это наша песня, да? Да, да, да. Мы же даже и не помним. Они, кстати, неплохая песня. Если это-то много и мало. Ну и, слава богу, что все продолжается. Конечно. И концерты есть, и альбомы пишутся. Пятый не край, не далеко и не последний. Потому что работа над новым в работе. Да, уже подписчики знают об этом, ждут, заинтригованы. И даже примерно обозначено время выхода. Это осень, если не ошибаюсь, наступившего 2019 года. Ну, что касается непосредственно празднования юбилея группы Casual, где встречаемся? Встречаемся. Основной и главный концерт будет 6 февраля. Вообще у нас идет тур сейчас по всей стране. Но главный и основной концерт это будет в Москве 6 февраля. Это уже очень скоро. Времени мало. Нужно срочно позаботиться о билетиках. Сегодня четверг. Это в среду, в меньшей неделе осталось. Это главклуб «Грин Концерт», где, в общем-то, каждый год мы празднуем день рождения группы. И по совместительству и мой день рождения мы отмечаем и Александра Николаевича. Потому что у нас получается все практически один-два дня. А удобно? А у вас завтра вообще нет. А удобно? Удобно очень удобно. Мы так специально подбирали. Главное условие было для участников. Хочешь стать участником группы, когда день рождения? Когда день рождения подбирали коллектив. Так, хорошо. Что касается... В главклубе, конечно, мы уже проводим 5 раз точно мы там были, 5-5 лет. И главклуб предоставляет нам площадку с удовольствием, потому что он знает, что будет... Потому что вы накрываете поляну в числе рождения. В поляну в том числе, да. Конечно. И вас приглашаем с удовольствием. Спасибо. Ну еще... Я чувствую, что сейчас Санкт-Петербург как-то скуклисал немножко, тоже говорит, а как же мы? А как же мы? А в Санкт-Петербурге 7 февраля? На следующий день, значит, загулять особо не придется. Да, мы особо не гуляем, потому что мы 6-го отмечаем в Москве, садимся в поезд, едем в Санкт-Петербург. А вот после концерта в Санкт-Петербурге у нас до 16-го будет пауза недельная, и можно загулять. Потому что 16-го концерт в Подольске. Точно. 23-го в Мытищах. Друзья, не забывайте. Как говорит Олег, на родине поэта, потому что родился-то я в Ромашково, а всю жизнь прожил 30 лет в Мытищах. Какая красота. О каком городе или о чем-то другом сейчас будет у нас песня? Да, нам надо начинать музыкальную часть нашего эфира. Начинаем нашу музыкальную часть с песни про любовь. В принципе, вообще могу сказать, что все песни наши про любовь, потому что любовь это самое главное. Поэтому мы вас и позвали, честно скажу, в первую очередь, конечно. Да, потому что Страна ФМ это все про любовь. Про любовь. Мне на самом деле очень нравится формат, я очень часто слушаю радиостанцию и смотрю телеканал. В спальне у меня показывает ваш телеканал очень хорошо, и я всегда смотрю. Это единственный музыкальный канал, который я смотрю. Спасибо, Олег. Спасибо. Спасибо. Ну, мы начнем? А теперь поем в хором. Жить параллельной жизнью в одном доме. Верить в тебя, как верят в людей собаки. Знать, что когда ты ночью идешь во тьму, Это за тем, чтоб вынуть меня из драки. Если б не ты спился бы уже давно, Если бы выжил, спал под забором в сквере, Часто бывает так. Один твой простой звонок Мне согревает душу, как грешная эмпера. Жить параллельной жизнью И знать, что мы еще сможем Жить параллельной жизнью И поменяться кожей Жить параллельной жизнью И парами впитывать небо И все, что когда-то будет Все, что еще не спето Жить параллельной жизнью с тобой Был бы счастливым тот, кто тебя нашел. Знаешь, прости, но я отыскал быстрее Вот я могу писать И у меня есть стол И, к сожалению, большего не умею Но так как я любить может только враг Враг от своей судьбы Ворогом спасенный Перед тобой я Как после рождения Только к тебе буду я приглажден Жить параллельной жизнью И знать, что мы еще сможем Жить параллельной жизнью И поменяться кожей Жить параллельной жизнью И парами впитывать небо И все, что когда-то будет Все, что еще не спето Жить параллельной жизнью И знать, что мы еще сможем Жить параллельной жизнью И поменяться кожей Жить параллельной жизнью И парами впитывать небо И все, что когда-то будет Все, что еще не спето Жить параллельной жизнью Группа Кэжуэл, друзья Концерт из «На страна ФМ» Браво! Вот это начало Красиво Спасибо Юбилейчик грядет Напомню, друзья 6 февраля 7 февраля Нет, 6 февраля 6 февраля 7 Питер Юбилейные концерты Узнавайте все подробности На официальных страничках группы Ну и самое главное, конечно Обязательно отправьтесь на эти концерты Если есть такая возможность Здесь желание Ну коротко хочется Отправиться туда 10 лет тому назад Как оно все начиналось Как совпало так Что у тебя день рождения Может быть как-то наступил Какой-то кризис определенный Такой Может быть друзья Которые пришли к тебе На твой день рождения Сказали Лег, пора Ну давай Ну что ты уже Давай-ка кэжу Вот такую штуку Замутим Как появилось Николай Федорович Расскажи С меня начнем? Биограф Биограф Нет, на самом деле У нас все получилось Снезапно Потому что мы Во-первых С Алексеем играем в футбол Уже давно-давно-давно Да Сегодня Кстати мы приехали К вам Ваше замечательное место А я видел Как вы переодевались Снимали Тренинг и все Да Бутцы Бутцы Потные Магляд Футбол нас объединил Объединяет уже давно И с Алексеем И с Олегом Музыка Александр Николаевич Просто наш кумир Всегда был И мы с ним опять Встретились на студии Кумир молодежи Нет Как музыкант Как аранжировщик Как гитарист И в этот момент Мы поняли Что нам нужно Сделать что-то свое Хотя все Работали в известных коллективах Все занимались Каким-то еще Сольными Все были достаточно Востребованные Профессиональные музыканты Конечно Хронология Мы ехали с тобой Леша Ну давай ты У меня уже память Отшибает Ребят Нормально Мы сейчас по крупицам Соберем Соберем Это был 2009 год Мы ехали из Воронежа С Николаем Федоровичем В автобусе Откуда ехали-то, Леша? Из Воронежа В футбольного мероприятия У нас был там день В смысле был день города Был день города Да Это даже восьмой год был Это был день города Мы выступили на Адмиралтейской площади Футбольным клубом Артист Где собрали 165 тысяч человек Это только официальные данные А мы думаем Что там было гораздо больше Конечно Выехать мы не могли На автобусе часа два Ну как бы с этой площади Где мы выступали Был большой сборный концерт Вот И мы сидя обратно в автобусе Мы выпили чуть-чуть Уже такие знаете Уставшие немножко Не была гитара Ну как немножко Конечно отыграли футбол Не футбол А концерт большой Да, да Вот И я взял гитару И что-то там пел И Коля говорит Ну спой свои песни Какие-то там Что ты все поешь там Мои Спой свои Вот Я спел И Коля говорит Если к твоему противному голосу привыкнуть Может быть что-то и получится Это цитата? Так и было Да, да, да Дословно сказал серьезно И в этот момент Мы поняли с ним Что да Надо создать проект действительно И попробовать Может быть действительно Песня понравится И потом мы встретили Александра Николаевича на студии Что сказал Александр Николаевич Про голос твой Александр Николаевич Он сказал что поет лучше Нет, я могу процитировать не себя Да пожалуйста Будьте добры Нашего друга Владимира Петровича Николаевич сказал что не привыкнут Леша говорит Поет как-то так с отвращением И лучше мне кажется не придумают Слушайте, да Александр Николаевич сказал Я пою лучше Потому что у него действительно Хороший такой Сопрано практически Вот Но пой Колоратурное Да, да, да Он говорит Ну пой Леша Ладно, пой Вот Так в общем-то Как бы и мы собрались И про Олега сразу вспомнили Потому что Олег до этого Он тоже что-то говорил Плохое про твой голос И поэтому мы вспомнили про него Да Про его голос уже столько плохого Наговорили Хуже не скажешь Леша, ты прекрасно поешь Красава Ну это правда Я абсолютно согласна Конечно Прекрасно И все эти слова были сказаны Скорее всего от зависти Просто наверняка Потому что мы все поем Но он поет глубже всех Леша, ну сейчас да Есть еще шанс Как раз продемонстрировать Спеть Конечно Хорошо Это будет песня Которая С альбома Которая вот как раз Мы Это новая песня Отлично Она играет Это с пятого Или с шестого Это с шестого Новый, который будет Да И песня Неожиданно она выстрелила И если брать допустим Визитную карточку Нашу песню Сделай тише Вот Которая за пять лет Пока она играет Собрала там около Двадцати тысяч ротаций Ту песню вниз Уже двадцать тысяч За полгода Ух ты Ух ты По стране Поэтому да Неожиданно Как бы Ну мы ее очень любим Хотя она там Немножко не в стиле Группы casual Вот Но в стиле настоящего Такого прям шансона Который мы любим Французского Это кто сейчас снимет Это я А для чего уточнение Было французского На самом деле Она не шансоновая Совершенная песня Она получилась Я так назвал Давайте послушаем Да Чтобы понимать К какому жанру Отнести эту песню Это вот как бы Что такое шансон Это уличная песня Вот Ну если уличность Тогда можно Да Ну давайте уже слушать Ну что ж такое Я когда-то настолько устану Что перешагну Это дом, это МКАД Это солнце, это луна Эти улицы с белым асфальт И чужую вину Школоту мышка родит воров Хаштег не убрал поутру Но скоро четыре утра Город и снят за рулем А я все стою дурак Спрятавшись за текстилем Я все смотрю вниз И я все пишу вам И ничего, что вниз Как же ты все-таки там Я настолько устану Что стану белее коры А лететь мне недолго Кусок пустоты бересты А лететь словно Светует солнце к планете И все Но не каждый летящего Так же, как я, вознесет Но скоро четыре утра Город и снят за рулем А я все стою дурак Спрятавшись за текстилем Я все смотрю вниз И я все пишу вам И ничего, что вниз Как же ты все-таки там Вниз это значит сейчас Час отсчитали часы Кто-нибудь верит в нас Господи, может ты вниз Это значит все А я все кричу вам И ничего, что все Как же ты все-таки там Как же ты все-таки там Как же ты все-таки там Скоро четыре утра Город и снят за рулем А я все стою дурак Спрятавшись за текстилем Я все смотрю вниз И я все кричу вам И ничего, что вниз Как же ты все-таки там Скоро четыре утра Город и снят за рулем А я все стою дурак Спрятавшись за текстилем Я все смотрю вниз И я все кричу вам И ничего, что вниз Как же ты все-таки там Как же ты все-таки там Как же ты все-таки там Я просто уверен, друзья, что и вы там И мы здесь Очень хорошо Очень вопрос Как вы там И как вы здесь Прекрасно Потому что у нас гостя Группа Кэшел Концерт из Аустрона Спасибо большое Спасибо вам Ребята, кроме своих красивых песен А мне очень нравится эта песня Класс Отличная Вообще Просто Мы с удовольствием бы услышали У нас здесь пиар-директор Который занимается у нас Мы ей зададим этот вопрос Я думаю, что вот Если вы говорите Что вот прям Ближайшее время Ну, конечно Конечно Ребята, серьезные Сказали, значит, все будет Да Самое главное Что мы сегодня нашли героиню Для этого клипа Александр, это вас А что? Я долго ждала Наконец-то мы звезды Час Нет, если серьезные Я, конечно же С огромным Преподаватели по театральному Институту Александра Хайрулина Сейчас рукоплещут Наконец-то наша Там плеснет Ребят, спасибо Да, все Договоримся Все в порядке Я хотел спросить Кроме ваших Замечательных песен Есть же также песни Владимира Высоцкого Которым вы тоже уделяете Очень большое внимание Расскажите Вот Как это так получилось И О песнях Владимира Семеновича Высоцкого Расскажет его современные Мне очень нравится Александр Николаевич Самойлов Александр Николаевич Держите гитару Нет Мы сейчас Александр Александр Впрочем Не в принципе Вас о песнях Высоцкого Поговорите А конкретную дату Имеется ввиду Наше участие Конечно В проекте Своя колея Да На первом канале Ну это когда было По-моему лет 14-й год Последний раз 14-й последний раз Ну мы работали 5 лет Ну 5 лет практически Плюс еще Достояние республики Мы делали полностью Все посвященное Песнях Ну мы там Песня Мы написали Разных артист Театральных И кино И артистов Эстрады И в том числе Там было И наше сольное Саш лицо не трогай Саш Там же Лицо не трогай Там же грим А ну да Нормально Сотрешь лицо Давайте Собственно Друг за другом Смотреть Можно Как-то Было связано То есть У нас появилось Появилось Несколько песен В репертуаре То есть Песен Владимира Семеновича Естественно Нашей версии И они до сих пор У нас Но вот в таком Варианте акустическом Мы никогда Их не исполняли Поэтому сейчас Мы их не можем Исполнить Но они есть И на дисках И Они иногда И крутятся На радиостанции И в программе Концертной У нас И они есть И на видео Записаны Я недавно Кстати зашел В интернете Просто набрал Кажел Своя колея И там Все Самое фееричное Выступление Это было у нас В театре на Таганке Это юбилейный 75 лет Высоцкого И вот Где у нас Мы с оркестром Там Где струнная группа Духовая группа И мы такие Больше положительных отзывов Собираете Когда исполняете Песни Высоцкого Или в основном пишут Зачем Не портите Никто не писал Никто не писал Потому что Очень сложно Вообще Что-то Как-то Переиначить Песни Высоцкого Это Наш видение Песни Потому что Ну мы Переиначили Но не зная Нам все это Мы переиначили Кавер это Имеется ввиду Что мы не просто Сыграли Я понимаю А мы сделали По-своему Авторская И плюс И плюс Вот то что вы сказали Совершенно верно Мы написали Песню на стихи Владимира Семеновича Высоцкого Которая у нас есть Песня Побег Да Вот я не договорил Поэтому я имею ввиду Что даже кавером Назвать нельзя Потому что там есть песня Которая просто Музыка Авторская Но стихи Владимира Семеновича Высоцкого Ну это Надо сказать Сергею Безрукову Который подсказал вам Да Как это Прям всю историю Нашу знаете Да это было на студии И Сережа говорит Ну мы много из Сережи сделали Вот Я не люблю Мы с ним вместе делали песню И И вообще мы дружим И он да На студии Не помню по какому поводу Была студия Мы встретились Он говорит Сделайте Просто нереально И он начал читать Это стихотворение Его все знают Вот И он начал читать Это стихотворение Мы говорим Да наверное миллион песен Уже написано Никто не написал До сих пор Даже сам Высоцкий Не написал И Александр Николаевич Говорит Хорошо А мы напишем Сказал Александр Николаевич Да И все И написал Если учесть То у нашего Александра Николаевича Очень много песен Известных Которые мы знаем И например На На голосе Это был Позаврожный год Да Саша Финал Финал голоса Исполнялась Замечательная песня Александра Николаевича И романах В финале Фоти И в финале Пел песню Александра Николаевича Спокойной ночи Господа И с ней победил Александр Николаевич Вот скромнейший человек Лауреат Четырех Четырех Сколько Песни года Сколько раз Четыре Три Лёш Прости Я хочу Четыре Дополнительные заслуги Я хочу Хорошо Так Ну теперь надо Я так понимаю Все-таки Чтобы и группа Кэжуал Тоже получила Премию Песню года Песню года Песню года Песню года? Да Да кто ж нас Туда пустит? Как Так а кто? Какого года? Песня является пропуском Ну да Разве нет На Песню года? Да Ну давайте так считать Хорошо Давайте так считать Друзья И прервемся ненадолго Вернемся скоро Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дамы и господа Это телерадиоканал Страна.ФМ Программа Концертный зал Группа Кэжуал Микросовещание В команде Алексея Яшина Десять лет Исполняется команде Буквально прям на днях И 6 февраля В главклубе Есть возможность Послушать песни И премьеры И старые добрые хиты Классику Что называется Гости будут у нас И Так Любопытно У нас Это секретная информация Или уже можно Можно назвать фамилии Потому что Каждый год Мы приглашаем наших друзей Артистов И этот год будет не исключение Правда мы немножко формат поменяли И много не будет Просто у нас обычно Две установки на сцене И два коллектива То есть Кэжул И коллектив Так скажем На разогреве Друзей 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 артистов Которые в момент нашей программы Выходят И поют свои песни Вместе с нами Это очень здорово Но в этом году Мы решили поменять формат И теперь будут петь Песни наши Вместе с нами А вот это очень правильно Конечно Поэтому у нас уже заявлен Игорь Кашлабанов Это Известный наш человек Это группа Слот Мы будем петь песню Высоцкого Мы будем петь песню Высоцкого Вместе с ним Вот первый опыт у нас с ним У нас много есть с ним дуэтных песен Но эту песню мы исполнили на нашестве В прошлом году И было просто замечательно Был фурор И поэтому мы решили ее Как бы на юбилейном концерте Да, уже проверенная такая вещь Да Вот Потом у нас будет Матвей Янечкин Вот мы сейчас песню вниз сыграли Он в этой песне играет на аккордеоне у нас Так Сейчас вместо аккордеона сыграл Александр Николаевич А там на концерте будет Матвей Янечкин Матвей Янечкин Это Зачем вам аккордеон Можно вот так хорошо сыграть Известнейший человек Который написал множество хитов Вот В том числе и самую известную песню Крутится волчок Его же песня, да? Его, его Не его? Не его? Он участвовал там в записи Песня Сарычева А, Сарыч Ну, в общем Известнейший человек Он Потом Владимир Петрович Пресняков Будет обязательно наш большой друг И он не пропускает наших дней рождения Будет он Ну и еще несколько артистов С которыми мы пока ведем переговоры Сережа Голанин, скорее всего Ну, обещал, по крайней мере Лусине Геворкян Тоже Предварительно вели переговоры Но у нее сейчас очень много концертов Может быть, не выберется Но в любом случае мы ждем всех Ну, уже перечислено много И все это очень достойно Обычно их 10 раз больше, чем я перечислил Да? Ну, потому что это ваш праздник Это же ваш день рождения И вы все должны, конечно, больше отдыхать, чем работать Я так думаю, на сцене Чтобы гости больше пели Ну, знаете, как бывает Почему мы решили чуть-чуть сократить Ну, фаерман поменять Потому что у нас все заканчивается иногда и драками даже Подожди, Леша Леша, подожди, Леша Вот сейчас очень важный момент Потому что люди, которые собираются к вам И, может быть, впервые пойдут Потому что они только подросли Может, они только вот Не в зрительном зале Да, вот На сцене Или все-таки в зрительном? Не, не в зрительном На сцене Даже не на сцене На кухне Возле клуба Как в старые добрые времена На танцы Это заказная драка такая Да, да, да А, это для хайпа Да, какая свадьба без драки Так же, как и день рождения Группа Кажет без драки Да, Александра Вот он, политтехнолог Понимаешь Ну, да, да, да Вот там можно оказаться всем ревнующим мужьям Как раз случайно совершенно в это время И так далее Вот, вот, вот Да, самое место У нас все это с креативом У нас все это по сценарию Драка с креативом А у нас был один такой директор Как бы, такой креативный А у вас во сколько? Очень креативный Очень креативный директор, да Директор группы у нас Как бы в начале нашего Вот этого совместного Музицирования Он нам говорил Ребят, для того, чтобы Вы прославились Нужно что-нибудь устроить такое Чтобы вас в обезьянник В милицию посадили Суток на 15 Короче говоря, в сентябрь Но ведь он в чем-то был прав, согласись Ну, что-то в этом По этому пути Мы ему посоветовали самому После этого мы его уволили Да И, кстати, кого он сейчас пиарит? Известно? Он работает с группой Крематорий Мы знаем точно Но их обезьянники Не сажали, да Они у нас все более так давно Да, большой привет Да, конечно Мы очень дружим с Арманом Сергеевичем Если бы он мог Он приходит к нам на дни рождения Но если бы он мог Просто сейчас он в джунглях И до марта не вернется Слушайте, ну у вас есть совместный трек был, да? Есть совместный трек, да Мы сделали песню Это тоже камер Это Майка и Науменко песня Группа «Зоопарк» Когда я знал тебя совсем другой И вот мы пришли вместе к этому решению И сделали И песня крутится, кстати, на многих радиостанциях Видео есть на этой песне Прекрасно? Да А что мы сейчас послушаем? А мы сейчас послушаем песню «Мама» Здорово Она такая тяжелая Для вообще для Ну не для исполнения А для восприятия, так скажем Потому что, например, я не могу Вот мы сделали видео Она тоже, кстати, есть видео на нее Вот И я не могу его смотреть без слез Реально, сколько раз я видел его А это больше 100 И все время у меня мурашки и слезы Потому что действительно песня такая Значит, настоящая, да С драматургией Мама? Мама, ты знаешь Все точно в порядке Время сплело Наши годы в десятки Мы постепенно становимся строже Делаем выводы Что-то и то же В лютый мороз Не выходим без шапки Наши суждения Емкие и краткие Мы подпускаем к себе Осторожно Но до сих пор Но до сих пор еще чувствуем кожей Мир многогранный, прекрасный и дивный Детство приходит к нам, как рецидивы И несмотря на судьбы и опечатки Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мама Мама, ты знаешь Все точно в порядке Дети взрослеют на детской площадке Мы их научим быть трепетней к хлебу Верить друзьям и рассматривать небо Шапку носить, выходя из квартиры И не бояться чинов и мундиров Не забираться на горки и крыши И нас, конечно, они не услышат Так же, как мы в своем детстве не слыша Лезли все выше и выше и выше И несмотря на такие повадки Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мама Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мышцы окрепли Спасибо зарядке Даже сердечное Крепче и тверже Нас уже многое так не тревожит Мы постепенно Свойкаемся с бытом В жизни бывает все меньше открытий Небо над нами закутали тучи Может, еще же чему-то научат Мама, ты знаешь Мама, ты знаешь Все точно в порядке Ветер Осень на спину Толкает упрямо Но мы шагаем Все прямо и прямо Дети нас стали Учить понемногу Шапку носить Отправляясь в дорогу Пусть нам осталась Одна пересадка Мама, ты знаешь Все точно в порядке Мама, спасибо Теперь все в порядке Мама Мама, ты знаешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Саша, ну смотри В клипе ты уже снялась Насколько ты владеешь вокалом Интересуется скрыто Алексей Просто я знаю, что Мало ли, может быть Какой-то в этом вопросе Может быть наша помощь Сейчас случится Ребята скажут Да, пишите Девочки Ждем кастинг тогда-то Шестого концерта Кастинг 5 февраля Сейчас Светлана Елу отложила Вот так вот в сторону Да, и говорит Что там они Кастинг по сидеть с ребенком А, вот так все-таки Не, мы Свету очень любим Правда И мы дорожим тем Что она в нашем коллективе есть И больше скажу Что есть несколько песен Написанных на ее стихи В нашем репертуаре И мы этому очень рады Леша, очень хочу попросить тебя Рассказать про твое увлечение Эзотерикой и квантовой физикой Это в прошлом Или это и по сей день Продолжается Есть ли в деревне кружок Квантовой физики? Есть у нас В нашем доме культура Раскрываешься Все новыми-новыми гранями Для нас просто Почему? Но песня черной Секретный физик Мы написали недавно песню Черная дыра Она еще в акустике Ее нет Она такая Интенсивная И мы ее в акустике Еще не делали Поэтому не сможем Сегодня исполнить Но Что касается Квантовой физики Эзотерики Да, это любому человеку Интересно, мне кажется Есть ли жизнь после смерти Например Есть ли параллельные реальности А сколько измерений у нас Вот И квантовая физика Об этом Открыто говорит Вот Можно верить Там у тебя В принципе, да Не, можно Читать лженаукой Она же не признана наукой Ну да Да, давно, кстати Да И как давно Вот И поэтому Это все интересно Мне кажется Любому человеку Конечно Любой человек читал В своей жизни Наверное Ты читал книги какие-то По квантовой физике По эзотерике Даже художественный литератур Ну когда Ну когда Ну когда Александр Николаевич Он же А ты уже попал А ты уже попал Поэтому, конечно, интересно Мне вот, например, интересно Все-таки Каким образом Ты черпал эти знания Какие-то книги Или это Зеланд, да Я много перечитал Есть у нас такой Наш, кстати, писатель Который много-много Там про осознанное сновидение Про Вадим Зеланд Да Его читал В основном Трансерфинг Реальностью Что-то такое Да Трансерфинг Реальностью Осознанное сновидение Это все там Как бы у него Много-много томов Очень интересно Когда можно лежать на диване И ничего не делать И быть, например, богатым человеком И не только духовно Но и материально Я сейчас не делаю промо Зеланд Но учился Да он не нуждается в этом На самом деле Так что спокойно Конечно Все в порядке у него Поэтому можно спокойно Говорить об этом Это на самом деле Очень интересно Как там Как, например, там Направить Ну, ладно, хорошо А выход души из тела Которые там Тибетские монахи практиковали Это же тоже там Часть там А почему ты ко мне обращаешься? Я еще не вышел Подожди Из тела Из тела Он почему-то думает Что ты ближайший Это я про гуманитария Тебе говорю Это еще впереди Я выйду В эзотерике тоже есть Там такие методики И тоже есть Как бы там Путешествия Выход души из тела И главное вернуться Никто не возвращался Душа-то выходит из тела А вернуться-то как Ты владеешь техникой Осознанное сновидение? Я старался Я даже помню Я упражнялся Но сейчас нет На время отложил Только техникой кошмаров Пока прервались На подготовку к юбилею К юбилею К юбилейным концертам К записи нового альбома Пока на время На самом деле Очень интересно Прости, что перебиваю Очень интересно Потому что Про этого монаха Который там в Адмуртии Или где он там в Бурятии Который 70 лет назад 70-80 Сказал, что Сейчас моя душа Своим же этим собратьем Микрофон только, Леша Через 70 лет вернется Но если он будет Дискин монах То, конечно, в Бурятии В какой Адмуртии? В Бурятии Вот И в Бурятии До сих пор У него раз в минуту Бьется сердце Идет кровообращение Он там под стеклом В колбе В какой-то там Но душа не вернулась А давайте Я расскажу историю Вот у нас была Смешная история Алексей хорошо ее помнит Мы как-то сидели на студии Записывали Прибегает Леша И говорит Ребята, давайте Я быстренько сейчас сниму интервью И с ним такая компания Заходит большая Мы говорим Леша, нельзя Мы сейчас работаем над песней Он говорит Коль, ну что мне делать? Я говорю Ну да, ключи А я живу недалеко Прямо рядом со студией И значит Я говорю А что за передача? Он говорит Да музыкальная Потом я узнаю Что была какая-то женщина Парапсихолог А у меня жена Магистр Нумерологии Так Я боюсь Думаю Как я ей скажу Она Значит Кожок свечи Побегаю Поквати его так А уж не надо говорить Она и так все узнает И жена приходит И говорит Валь Вот так случилось Что была такая-то женщина Она Свечи Искрились Я говорю Да Шарлатанка Все отлично А что вы делали Леша с ней? С женщиной Парапсихологом Какой-то сюжет там был С камушками С какими-то она там была Нет А сюжет Это все снимали Что она тебе Нет, я там Она была и я там Ну я помню Это для какого-то телеканала Не помню ТВ3 что ли Какой-то такой телеканат Ну она что предсказывала Тебе что-то Да, она Ну правду сказала Или нет Она в битве экстрасенсов Какая-то там Победитель Так, хорошо Она попала в точку Или все-таки шарлатанка? Я не помню Если честно Ну значит не попала Потому что если бы она тебе Чем-то удивилась Да Если бы она тебе что-то удивила Ты бы конечно не смог Не забыть об этом У меня есть друзья Экстрасенсы Которые действительно Сильные И ну Как бы В крайнем случае Можно обратиться К ним за помощью Ну у тебя пока Такого таланта нет Ты просто изучаешь Потихонечку Помаленечку Леш Ну они что-то Про осознанное сновидение Говорят Что вот Ну как бы Это все достижено Управлять сновидениями Можно Вот эти люди тоже говорят Да? Конечно Конечно Можно управлять Просто все дело в том Что это надо же Чтобы твое сознание Гармонировало с подсознанием Прежде всего Чтобы ты мог отдать Команду подсознанию Потому что что такое Например тревога в душе Это тебе подсознание Пытается что-то сказать А ты не понимаешь Да И ты пытаешься Это осознать сознанием Микрофон По-моему у нас уже Другая программа Я правильно Смотрите Я как раз хотела сказать Да Что вот Плавно мы начинаем Таким образом Переходим в рубрику В новую программу Да Тайны жизни А про что же мы сейчас послушаем Наверное Нет Давай сквозь дына У нас сколько Есть еще время? Есть еще время? Конечно Нет еще Можно петь Это песня Которую мы обычно поем С поклонниками С нашими Ну Отлично Вы пока еще не наши поклонники Как это? Кто сказал? Мы учим тем Перед шестой мы же что Вас приглашаем? Спасибо Вы же должны там Мы вам сделаем VIP Все красиво Сделаем вам Спасибо И вы должны прямо из VIP Чтобы я вышел на сцену И видел что вы поете И мы будем с плакатом Плакат его переносит Она вам даст Хорошо Очень удобно Вы тут не нужно будет писать Вот эту ночь Рисовать Еще уже будет Да Полиграфия Да Ну что Скуси 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 Я видел Идет война На память и лет Война со злом добра Ничья не возьмет Ведь в этом и есть вся суть Две тысячи лет И мы проживем как-нибудь Сквозь дым сигарет И я вижу солнечный свет Сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет Загреет солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет И я видел любовь и боль На сердечные раны Любимые осыпали соль Всё вроде бы так, но Ни наша, ни их здесь вина Законы пространства Забить эту чушу до дна Сквозь дым сигарет И я вижу солнечный свет Сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет Загреет солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет И я видел конец всему Сюда я с косой Она бы стучалась к нему Вставай, одевайся Говорит, пойдём со мной А он улыбнулся Последний герой И болёк все Сквозь дым сигарет Я вижу солнечный свет Сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет Загреет солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Сквозь дым сигарет Мы видим солнечный свет Сквозь дым Сквозь дым сигарет Холодный рассвет Согреет солнечный свет И нас с тобой Сквозь дым сигарет Она его называет дядя Саша Я ей в последний раз, когда она так говорила Прости, пожалуйста, что перебиваю Я говорю, дяди не надо называть, называй папой Наташа скорее всего слушает По родному, по родственному В разной степени С кем-то просто С Мельницами буквально один альбом Просто писали С тем же Лепсом Мы тоже писали один альбом Ну часть авторских, аргиверки С кем-то я работал просто долгое время Как музыкальных проводить коллектив Ну и аржировщик Мы с тем же Стасом То же самое с Дольным С Михайловым То есть разная степень участия, так скажем И временное разное Ну и, конечно, вы, наверное, очень хороший психолог Потому что все эти люди Ну по сравнению с тем, что сейчас Леша наговорил Я просто То есть он до этого молчал, да? Что я неправильно сказал? Вот-вот Меня напугал, Леша И тебя одного Вот скажите только честно Честно, положа прямо руку на сердце У нас можно в студии об этом Никто об этом не узнает Вот По секрету И вот в этом списке артистов Алексей Яшин И вот работа с ним С командой Кэжел Вот душа отдыхала Отдыхает в эти моменты По сравнению с работой с другими артистами Комфортно Или как? По-разному Или несколько так Ох, опять И засучиваем рукава Ну, значит так, ребята Душа и нервничает И очень сильно иногда отдыхает То есть такой вот Американские горки Как интересно Американские горки Кэжел Такие крайности Крайности такие бывают Бывают очень эмоциональные споры Вплоть до искры с глаз Ну мы помним про драки, да, Александр? Ну да Мы друг с другом не деремся Хотя стульями бросали Это в Крокусе было, я помню Это творческие поиски Это такое отцовство Поскольку, да Не, ну мы уважаем Арсена Николаевича Естественно Ну стулом запультить можно Не, я так поняла Нет, нет Что-то прохладно Кидались в Крокусе Я точно помню Да? Да А там была сборная же такая солянка Да, да, да В нашей гримерке вот этот такой там Ну я не знаю Там прям Конкретно прям Чуть ли не махач идет Да, да, да Люди такие стоят В Крокусе Пронеси, пронеси Пронеси И мы такие Это творческий спор Они же Не всегда заканчивают Но вы не должны волноваться 6 февраля В главклубе все будет спокойно Все будет в порядке В самом клубе Да Культурная столица Потому что все-таки день рождения Да, все будет очень культурно Но очень музыкально Драйвово Живенько, бодренько Вот прям как сейчас И мы тоже на этом В Питере драку заказывать не будем Культурная Питер культурная столица Да, не будем Отдельная программа будет для Петербурга Конечно, конечно Да, отдельная программа Я мне уже тогда интересно А мытищи Мытищи Какую программу услышат? Тоже специальную мытищинскую? Это программа для тех Кто родился и жил в Мытищах У нас есть одна песня Где упоминается мытищей Поэтому с нее вы начинаете Ее в серединке еще И в конце два раза И для Питера есть одна песня В которой Про как бы Питерская песня Да, Питерская Мы ее обязательно ставим Когда в Питер приезжаем Вообще нас в Питере очень хорошо принимают Очень нас Очень любят Нас тоже Замечательный город Мы с удовольствием всегда туда ездим Я даже в директе переписываюсь Переписывался, точно помню С вашими коллегами из Питера Странный фэм В инстаграме Отвечаю Они настоящие, я говорю Не роботы К тому же Ленинградский рок-н-ролл Алексей же очень любил Хотя и в Москве Я очень любил И спор люблю И больше скажу Что завтра Сажусь в Сапсан И еду в Санкт-Петербург К Питеру привет С какой целью? Сейчас все ждут Где можно встретиться Очень много Да, в день рождения Потому что Другого времени нет И нужно там И вопросы решить какие-то И в конце концов Отпраздновать свой день рождения В Санкт-Петербурге Конечно Ах, какая красота Слушайте, да У нас сейчас будет Прям очень коротенькая Пауза, после которой Давайте сразу Споем что-нибудь Да, возражений нет Отлично Тогда оставайтесь с нами Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Друзья, мы продолжаем Это концертный зал На телерадиоканале Страна АФМ Группа Кэжел И очередной трек Алексей, что это будет за песня? Это песня Раз мы вспомнили Город Санкт-Петербург То это будет обязательно Песня Стрелами 102 АФМ ровно Страна АФМ, Питер Да, привет, горячий Мне до тебя Восемьсот девяносто Только в трубке Охом дыхания Будем ли завтра Мне до тебя Ну а может все просто И ни при чем расстояние Будем ли завтра Сумасшедшими стрелами Сумасшедшими стрелами Безумными стрелами Нежными острыми стрелами Сумасшедшими стрелами В сердце 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 Но может уйти Не узнав, что же дальше На странице моей Больше нет Больше нет От тебя ничего После шести Забывая о том Забывая о том, что я Скоро стану старше Но несколько слов Я хочу тебя Больше всего Сумасшедшими стрелами, Безумными стрелами, Вежными, острыми стрелами В сердце, в сердце, в сердце. Любите друг друга и будьте счастливы. А ты, конечно, уйдёшь, удалив сообщение. Но каждую ночь будешь думать, что всё этот сон совершено. И не осталось сомнений, поезд «Питер-Москва» Снова выключен твой телефон. Сумасшедшими стрелами, Безумными стрелами, Нежными, острыми стрелами В сердце, в сердце, в сердце. Сумасшедшими стрелами, Безумными стрелами В сердце, в сердце. Сердце поёт. Спасибо. Спасибо большое. Нам очень приятное ваше аплодисменты. Спасибо огромное. Нам невероятно радостно и счастливо, что вы сегодня у нас здесь в студии. В канун юбилея, десятилетия. Ну, а Лёша вообще в канун своего дня рождения находится. Завтра в Петербурге жители северной столицы. Встречайте, пожалуйста, прибытие поезда во сколько... Во сколько... Есть. Я не помню. Ну, вы знаете, хорошо расписание, я думаю... Там демонстрацию вы... Конечно, что касается... Лёша напишет в Инстаграме, да? Да, я напишу, конечно. Что касается всех вот этих вот эзотерических движений, могу сказать, что у нас не только 10 лет группе, но и 10 лет мне. Сумма моего возраста, если сложить первую цифру и вторую, будет 10. Вот пусть радиослушатели и телезрители подумают, сколько же мне лет. Если две, первую и вторую цифру сложить, то будет 10. Загадка, да. Пусть решают. А я складывать не буду тогда. Если бы призные так пообещали, то было бы, конечно, совсем хорошо. А у тебя тоже 10. А всем вместе нам уже лет 250. Две мы считали, сколько у нас вместе со Светой Цукановой, ну, всем вместе сколько лет. Больше 250. Это много. Это очень много. Нет, это без вас. Нет, это серьёзно со Светой. Так, друзья, знаете, что я хочу поговорить? Хочу поговорить про татуировки. Вот так неожиданно. Говорить будем с тем, конечно, кто специально их продемонстрировал, надев футболку. Потому что, я не знаю, может быть, вот тоже у ребят есть, но они все в длинном. Я свел, свел. Все свел, да, хорошо. Нет, у Сани на коленках, они ходили к любимой. Продемонстрируйте, пожалуйста. Александр Николаевич, да, будьте так добры. Там неприятное слово. Ну, вопрос к себе, всё-таки. Где-то мне попалось в интервью, что ты говорил, что в основном всё набил в молодости. Ну, где-то там тогда-то и сейчас, конечно, молодой. Или всё-таки нет-нет, да и подкалывают что-то. Накалывают. Он сначала их наколол, это называлось не татуировки, тогда называлось портачки. Портачки. Он их напортачил, короче говоря, ну, там всякие, там ерунду всякую. А потом начало это всё замазывать. И так портачек стало больше. Да, на самом деле, это вот, как Олег говорит, так и началась как бы моя история, история моих татуировок. Это в 15 лет я сделал две татуировки. Здесь был дракон, здесь был пегас у меня. Делалось гуашью, моторчиком, машинка была, моторчик от железной дороги. И струна. Было больновато, конечно. Брутально. Ну, я, да, 15 лет. Железная дорога. Да, серьезно, такой, моторчик от проозика такой. ГТРовская железная дорога. Да, да, да. Ну, конечно, чего мы не знаем, что-то. Отличная машинка была, быстро мне сделали. Я помню, это в Химках было. И потом пришлось, конечно, переделывать. Хотя у нас есть такой каталог нашей российской татуировки. И мои татуировки, эти две туда попали. О, как. А кто в художниках? Это мастера уже нету. У него продвижа была «Крикун». Вот. И его уже нет в живых. Старство на небесное. В Германии его зарезали. В драке. Не понравилась татуировка? Не знаю. Прости, Господи. Не понятно. Всех, всех там подробностей не знаю, но... Ну, подожди, но на том... Ты после того, как все переделал, перебил, остановился или все-таки... Нет, конечно. Нет, да? То есть, к дню рождения тоже... Нет, нет, да? Нет, нет, да? Не только к дню рождения, там по разным датам. Алексей на себе там всякие... А, кстати, вы знаете, сколько татуировок делалось вообще по пьяни, что называется? Это же страшное дело. А люди что-то там веселятся, отдыхают, решают, а давай, давай, и тут делают... Саша, они рокеры, они не знают. И тут потом, и просто с ужасом, они говорят, перебейте, пожалуйста, я не хочу этого. У тебя была такая история? Нет? Всегда все осознанно взвешено. Нет, то, что я забивал татуировку, которую я сделал в порыве эмоциональном, а потом я ее убрал. Это да, это факт. Абсолютно. Есть такое... Но алкоголь тут не был никогда при делах. Да нет, нет. Татуировка для меня это очень много значит, и я всегда это делаю осознанно. Всегда это... У меня есть цель какая-то, эмоциональная обязательно. Вот, и я хочу, чтобы татуировка, которую я наношу на свое тело, чтобы она была со мной всегда. Ага, ну будет, конечно. Конечно. Ну какую-то энергетику они несут. Конечно, конечно. Ну вот последнее, что ты набил самое такое? Динамо Москва. Динамо Москва. В моем сердце только вера я набил себе. Вот. Ага, а это все словами, строчкой, да? Да. Ну здорово. Здорово. А вообще это все называется трэш-полька. Или чинил машину и испачкался. Похоже, кстати говоря, да, особенно издалека, да. Вы знаете, ну с ними вообще, с татуировками какая-то ситуация. Ее же нужно периодически обновлять. Ну то есть краска же, она становится блеклой. Так. Ее нужно постоянно заново ретушировать. С какой периодичной ситуации? Нет, ну вот здесь я переделывал, да. Да я не обновлял, я просто закрасил. Ну закрасил, почему? Да, к десятилетию группы Кэшел. Предлагаю, хорошо, от татуировки перейти уже к песне. Нет, для меня татуировки это как бы очень много значит, и одно из основополагающих, так скажем, моей жизни. Пусть кому-то это и не нравится, мне нравится очень сильно. Ну и поклонникам тоже нравится, значит. А не нравилось бы, конечно, они бы не слушали, не ходили вообще на концерты. Не сварили на татуировки. Конечно. И как-то вот так вот мы сейчас сидели. Смотрите, получается в 15 лет, да? В 15 лет первая татуировка. Что ты хочешь посчитать, сколько лет татуировки первой исполнилось? Ну смотри, сейчас старшему сыну Леши, Никите, 19, да? Да. У него есть татуировки? Нет, он очень хочет он. Ну и как? Я, причем дружу с моим мастером, он вообще, ну как бы мастер мой, мы дружим давно, вот, и я давно за татуировки деньги не плачу, и огромное ему за это спасибо, но просто он не берет. Вот, я дам билеты. Хоть скажи, кто это, Леша? Алексей Березнев, мой друг. Да, но это не значит, что он всем делает бесплатно, конечно, нет. Нет, 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 он один из самых известных. Нет, если бесплатно, тогда хоть пиар какой-то сделай, Леша. Конечно, конечно. Вот, и он уже с ним без меня, за моей спиной, они уже там все договариваются. Я говорю, нет, конечно, делай, ну делай, конечно, хочется тебе, делай. Есть у тебя вот эмоции, это сделай, конечно. Ну вот, пока он вроде собирался, сейчас Лешу вроде сам даже Лешу отговорил. Так, здорово. Ну раз уже заговорили, надо сказать, что парень учится в Лондоне, он молодец. На этот момент, да, сейчас в Лондоне. Успехов ему пожелаем обязательно. Комфортно ему, скажи, в другой стране? Наверное. Не знаю. Не, ну, наверное. Он только вчера уехал. Еще еще не адаптировался. Ну, ладно. Девушка его любимая скучает здесь, видимо. Вот. Надеюсь, он ее не бросил еще. А ты там куда? В общем, надеемся, друзья, на лучшее, на лучшее. А Далеку сказала, что он ее бросил. Что она скучает. Что она скучает. Нам нужно переходить к песне. Да, мы скучаем по музыке. Уж не знаю, про что это будет. Слушайте, да? А у нас, подожди, песен, сколько мы еще можем? У нас на одну песню точно есть время. Ну, или две прям почти нон-стопом. Давайте одну. Давайте одну, но длинную. Слушай. Я угадаю эту песню. На все случаи жизни. Группа кэжу. Да. Привет вам всем. Это я. Она мне жизнь небольшая. Альбом один за другим. И песни в чартах давно. Беги, Леша, Беги, Леша, Беги. Беги, Леша, Беги. Все время кто-то звонит И пишет мне смс Вконтакте профиль открыт В ютубе ролик the best И вроде жизнь удалась И кум, сенатор теперь Но вот случилось опять И вновь захлопнулась дверь Беги, Леша, Беги, Леша, Беги. Беги, Леша, Беги, Леша, Беги. Простая вроде мораль Не надо парить в мозге Специально слов не искал Что были те подошли Как долго тянется день Все, что хотелось, узнал Муха – источник заразы Когда-то Петя Мамонов сказал Беги, Леша, 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 Беги, Л Не важно кто или где, не важно с кем или как, остался главный вопрос, ответ на который мы до сих пор не знаем, семью замками закрыт. Ответ на этот вопрос. Спасибо вам, что слушали нас. А ведущим отдельное спасибо. Беги, Лёша, беги, Лёша, беги. Беги, Лёша, беги. Беги, Лёша, беги, Лёша, беги. Беги, Лёша, беги, Лёша, беги. И пользуясь случаем, представлю музыкантов еще раз. Александр Самойлов, гитара. Николай Сафонов, перкуссия, барабаны. Олег Масаев, бас-гитара. Вокал, гитара, стишки, анекдоты. Алексей Яшин. А вместе мы группа «Кожел». Беги, Лёша, беги, Лёша, беги. Беги, Лёша, беги. Браво, Лёша. Лёша, Витя, Кристина, Маша, Наташа, бегите. И все обязательно 6 февраля, куда быстренько рассказывают. Класс, клуб «Грин Концерт» от Женикидзе, дом 11, начало 8 часов. Мы всех вас ждем. Потому что 10 лет группы «Кожел». Потому что праздник, день рождения, юбилей, 7 февраля. Питер, клуб «МОТ», 16-е, подоль 23-е мы 1000. Ну а дальше следите за афишей в социальных страничках группы «Кожел». Мы вас поздравляем с праздником. Спасибо большое. Мы хотим пожелать вам успеха, грандиозного. А плюс народная любовь растет, растет. Количество поклонников тоже. Вы правда очень крутые и классные. Спасибо, Лёша. Спасибо, спасибо. Ждем новых встреч. С праздником. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо.